МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Малый и средний бизнес, национальная идея. Происходят определенные события на Сирийском театре военных действий. Есть события на Украине. Но я сегодняшний выпуск хочу посвятить документу, который попал ко мне в руки. Он опубликован в Комсомолке. И он называется «Против России во имя Ее Величества». Собственно говоря, здесь описана ситуация, которая практикуется или которая сложилась в Великобритании. И она непосредственно связана с информационной войной против Российской Федерации. Дело в том, что запад коллективный, который инвестирует большие средства в средства массовой информации, мы с вами очень четко понимаем или чувствуем, что даже некоторые средства массовой информации, которые базируются на территории Российской Федерации, особенно на Украине, особенно в странах Балтии, подчинены единому центру управления. И та политика или та информационная волна, которая исходит от них, она на самом деле не является государственнической и не является такой, которая бы, например, укрепляла устойчивость управления Российской Федерацией. И вот в этом документе описано, что все не только именно так, но еще и в квадрате, а то и в кубе. Есть стратегия в Великобритании, связанная... Она разработана до 2017 года. Она называется «Медийная стратегия против России и Украины». Эта стратегия была начата, этот документ был подписан в конце 2013 года, и в этой стратегии описаны очень многие вещи, которые нам с вами, людям, которые обсуждают информационную войну как бы в практике, на практике, как она происходит в СМИ, очень интересно почитать, какие темы основные формулированы в этой стратегии и какие целевые аудитории определяют, собственно говоря, британские правительственные организации и спецслужбы, которые выделяют финансы под эту работу и которые, в общем-то, всю методику и всю канву идеологическую прописывают для своих исполнителей. И вот основные темы, я их зачитаю. Тут достаточно объемный текст, я зачитаю. С чем именно борются служащие Ее Величество Королевы Великобритании? С основными направлениями деятельности России, которым, как они выяснили в результате проведенных исследований, относятся. Первое. Продвижение русского языка и культуры. Это считается достаточно опасным для коллективного Запада, который, как известно, управляется у нас из Лондона на протяжении последних 500 лет. И продвижение русского языка и культуры, в частности, выливается в создание таких каналов, как, например, Украина Тудей. Или, в частности, канал, который будет базироваться в странах Балтии, который будет русскоязычным и который будет проносить идею, что не все люди, которые говорят на русском языке, являются русскими государственниками или сторонниками русского мира. То есть вот это количество СМИ русскоязычных, которые создаются на территории Украины и Балтии, преследуют цель разбавить русскоязычных с точки зрения сторонников государственности Российской Федерации и ее противников. Второе. Защита русских за рубежом. Все, что связано с ювенальной юстицией, все, что связано с русскими соотечественниками за рубежом, это все должно и описываться особым способом, должно пресекаться, и любая информация, которая в защиту соотечественников за рубежом, этой программы, этой стратегии должна пресекаться. Третье. Все, что связано с Евразией и Российским миром как политическим и культурным блоком. Мы с вами очень часто слышим со стороны украинских спикеров, со стороны даже простых граждан, которые пересказывают свой телевизор. Люди так устроены, что своих мыслей, тех, которые за столом, человек сам себе сформулировал, записал, написал статью или какой-то блок, таких мыслей могут сформулировать самостоятельно не более 10% человек. Все остальные люди, это не обидно, это не оскорбление, это так устроено общество. Остальные люди, это примерно 89-92%, они пересказывают то, что им загружаются в оперативный блок памяти из телевизора, из интернета, из роликов и так далее. И люди пересказывают, они являются распространителями этой идеологии. И вот мы с вами со стороны украинских спикеров очень много слышали нападок на, как они говорят, так называемый русский мир. И, в общем-то, украинцы, особенно русскоязычные, особенно те, которые стали украинцами сознательно после того, как в 2004 году произошел первый Майдан и началась бандеризация, активная бандеризация всей Украины во времена Ющенко. Вот с того момента вот этот вот весь период, который, ну, уже 12 лет скоро, да? Весь этот период, он привел к тому, что себя украинцами стали чувствовать большее количество людей. То есть информационная война, вот в таких вот условиях она действительно работает. И люди, которые русскоязычные, которые в преемственности поколения являются русскими, они, в общем-то, становятся противниками русского мира. И это то, на что указывает целеполагание английских спецслужб, которые выделяют деньги на создание определенных групп по пропаганде и противодействию русской экспансии. Русская экспансия, мы с вами понимаем, после Крымской весны, после воссоединения Крыма с Россией, русская экспансия идеологическая. Она просто случилась даже без создания определенных групп, без финансирования. Люди настолько стали подвержены носителями идеи русского мира, русской идеологии, возрождения России, русский вдох так называемый, что вот мы видим результаты этого русского вдоха и последствия Крымской весны, которые, в общем-то, вот так вот оперативно английские спецслужбы на это реагируют. Далее. Четвертый, очень важный пункт. Это традиционные социальные ценности. Мы с вами понимаем, что Запад на самом деле уже давно не является христианским, уже давно не является приверженцем традиционных семейных ценностей. Даже вот недавно, когда случилось нападение мигрантов в Дортмунде, мы помним, что в новогоднюю ночь в Кёльне произошло массовое изнасилование немок, были целые эксцессы, причем не только в Кёльне, а и в других городах, и не только Германии, это было и в Дании, и в Швеции. Но речь шла там о гетеросексуальных женщинах. И, в общем-то, даже пытались это все дело скрыть. Но тут случилось нападение на двух трансгендерных, ну, то есть это мужчины, которые считают себя женщинами, да, и на них мигранты нападали, напали, и начали избивать их камнями. Полицейские вмешались, и это вызвало медийную волну, намного превышающую из-за двух трансгендерных женщин, превышающую то преступление, которое случилось в новогоднюю ночь. Это тоже показатель, косвенный разведпризнак, который показывает, в общем-то, отношение к гендерным вопросам и к традиционным ценностям. Поскольку Российская Федерация вместе с Востоком является все равно держателем традиционных, традиционных, консервативных, семейных ценностей, где во главу угла ставятся ценности семьи и права ребенка, ставится непреложная ценность того, что ребенок и его семья являются ценностью наивысшего порядка, и никто ни по каким мотивам не может отнимать ребенка из семьи. Взаимоотношения полов, не запрещение пропаганды ЛГБТ в обществе и так далее, и так далее. Россия является на подъеме, на русском вдохе, является выразителем этих традиционных ценностей. И вот, видите, английские спецслужбы даже указывают отдельный тематический блок, связанный с тем, чтобы нужно противодействовать традиционным социальным ценностям. Пятое. Как ни странно, после 9 мая, после нашего 70-летия победы, бессмертного полка, когда вышли живые и мертвые, прославление роли России во Второй мировой войне и борьбе ее с фашизмом, это тоже выделено в отдельную строку. Просто в документе, как целеполагание для групп, которые будут сидеть в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в живом журнале, и будут писать свои статьи. Вот эта тема, противодействие истории 20 века и противодействие прославлению России, а ее победы во Второй мировой войне, это тоже выделено в отдельную строку. Ну и шестой пункт, это антиамериканизация и Россия как жертва западной агрессии. То есть поражение России, вернее, Советского Союза в холодной войне, которое произошло в 89-91 годах, эта тема как бы табуируется, она закрывается и всячески стимулируется сглаживание этого вопроса. И то, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации, да и других постсоветских республик считают это поражение искусственным, когда элиты сдали, элиты, которые продались прежде всего британским спецслужбам, они сдали и развалили Советский Союз. Экономических предпосылок для этого в общем-то не было. Об этом даже в своих интервью и своих статьях говорила даже Маргарет Тэтчер, которая непосредственно курировала высшее руководство Советского Союза в тот момент. То есть речь идет просто о блестяще проведенной спецоперации спецслужб. И вот это тоже выделено в отдельную тематическую нишу, которую группы, специально создаваемые в результате этой доктрины, в контексте этой доктрины, должны продвигать. Очень интересным является то, какие целевые аудитории выделяют англичане. Я сейчас их зачитаю. Я-то, конечно, в основном-то все говорю без листа, но здесь просто документ попался на руки достаточно интересно и стоит просто зачитать буквально. Первая группа, которая выделяется в информационной стратегии против России и Украины, звучит следующим группам. Это следующим образом. Русская широкая публика, включая уровень студентов, особенно в крупных городах. Это города-миллионники. Это Самара, Екатеринбург, Москва, Петербург и так далее, и так далее. То есть студенчество, которое учится в городах-миллионниках, оно все равно подвержено влиянию Запада, поскольку вузы традиционно за прошедший период 25 лет, они все равно как бы вскармливаются не только финансово, но и идеологически Западом. И, соответственно, студенты у нас выращиваются на западных ценностях. Это факт. Мы с вами это, ну, поспорить с этим невозможно, потому что мы видели, как вели себя студенты в Киеве. А там ситуация, Киев это город-миллионник, ситуация зеркальная, вот точно такая же. И, соответственно, влияние вот этого пропагандистской машины, создаваемой на деньги ее величества, английской королевы, оно направлено на самую широкую аудиторию с акцентированием внимания на молодежь. Мы с вами помним эту поговорку, если хочешь победить своего врага, воспитай его детей. Речь идет об этом. Вторая аудитория. Русская элита, взгляды которой могут сдержать политические действия властей. Реформаторски настроенная элита и используемая оппозиция внутри Российской Федерации. В наших эфирах мы обсуждали выступления Павла Грудинина, Дмитрия Потапенко на московском экономическом форуме, их видеоблоги или интервью, которые они давали различным средствам массовой информации, которые открыто висят в Ютубе. И, в общем-то, если проанализировать, это непосредственно элита производственная, экономическая, которая действует на территории Российской Федерации и которая в своих программных текстах на самом деле выражает очень многие взгляды, которые напрямую подчинены медийной стратегии, которую разработала корона Великобритании, которая, в общем-то, распространяет и для блогеров, которые сидят под никами в разных социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, и для оффлайновых спикеров, которые не в сети, а в реале ретранслируют эти идеи, а потом эти идеи посеваются при помощи блогеров специально созданных. Вот относительно блогеров я расскажу чуть-чуть позже, но давайте перейдем к третьей аудитории. Она очень важная. Это русскоговорящая Украина, особенно Восток. Дело в том, что ментально Восточная Украина и Южная, ну, это, естественно, Харьковская область, Днепропетровская область, Донбасс, в самом широком смысле слова, мы с вами понимаем, что ДНР и ЛНР это всего лишь 30% от территории областей, а большая часть этих областей она на самом деле находится под управлением Киева. Это Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Ментально они очень близки к русским, при этом там работает, конечно, последствия вот этой бандеризации, начавшейся после Первого Майдана, активно. Понятное дело, что некоторые вещи делались еще и при Кучме, но активная бандеризация Украины началась после Первого Майдана, когда в кластье пришел Ющенко, тот же Порошенко, та же Тимошенко, и, в общем-то, вот мы с вами видим через 12 фактически лет плоды того, что было посеяно в 2004 году. И, в общем-то, Украина, которая легко маскируется под русских граждан, менталитет тот же, разговорная речь такая же, люди могут говорить, в общем-то, понимают нюансы ментальные, которые, на самом деле, очень часто людям западным, даже прибалтийцам, бывают неподвластны. И поэтому вот на них и акцентируется особое внимание, чтобы вербовать, занаряжать деньгами, либо просто вписывать в общий поток движения информации именно выходцев из южных и восточных областей Украины. Четвертая аудитория. Русская диаспора в Великобритании. Это особая диаспора. Нужно понимать, что Великобритания это такое место, куда, в общем-то, вывозятся все капиталы, нажитые праведным трудом на территории бывшего Советского Союза. И эта аудитория, конечно, безусловно, западная. Это аудитория, которая зарабатывает в России, но при этом складирует прибыль в офшорах с английской юрисдикцией. Хочу обратить внимание, что когда происходило, начиналась только арабская весна, и мы с вами помним события в Тунисе, в Ливии, свержение Мубарака, площадь Тахрир, проводился такой анализ, как происходило, в общем-то, свержение Мубарака. Дело в том, что вертикаль власти, которая существует в странах, она подразумевает не только высший уровень управления, который олицетворял Мубарак, но и, естественно, людей, которые получают ренту с земли. И вот эта рента с земли, она, ну, как бы, куда-то складируется. Эта прибыль, она как бы складывается куда-то. Если люди там, например, которые контролируют какую-то силовую вертикаль или какую-то экономическую, являются там с доимцами или там фискалами, если они складывают себя в чулок, это одна история, но если эти люди складируют прибыль, получаемую с территории своей страны, в офшорах с английской юрисдикцией, то это ровным счетом означает то, что они хранят эти деньги фактически в сейфе английских спецслужб. И в любой момент происходит перехват управления, получается, президент стоит на верхнем этаже, а внизу сидит среднее звено, которое получает ренту с земли. И вот все эти деньги, которые люди зарабатывают в тяжелейшем труде, они хранятся практически на территории Великобритании, потому что офшоры с английской юрисдикцией это британское содружество. И получается, что английские спецслужбы в любой момент могут прийти и рассказать о чьи-то деньги, вот номера счетов, вот такие вот суммы, о чьи дети учатся в английских вузах и так далее, и так далее. Происходит перехват управления. Люди берут за причинное место и говорят, вы будете делать вот то, вот то, вот то, а если вы не будете делать, то дальше произойдут события, которые расписываются в очень коротких сценариях. И естественно, таким образом происходит перехват управления. Такой перехват управления на первом этапе произошел в Египте, точно такой же перехват управления произошел в Ираке, когда была операция по свержению Саддама Хусейна, и когда была, в общем-то, оккупация Ирака. То есть эта методика, она работает. И поэтому вот эта четвертая аудитория, русская диаспора в Великобритании, это вот об этом. Пятая аудитория. Элита стран ЕС и НАТО, руководство крупных компаний этих стран, занимающих умеренную позицию, а также элита стран БРИКС, особенно Бразилия и Индия. Речь о чем идет. Дело в том, что Россия, как одна из крупнейших экономик мира, чтобы о ней не говорили, причем экономика не только ресурсная, как говорят, там, Россия, это бензоколонка Запада. Как бы да, но нет. Там есть огромное количество, у нас, в стране, есть огромное количество высокотехнологических производств. Это подтверждает очень много фактов, которые на слуху у всех. Даже тот факт, что американцы не могут летать в космос без российских двигателей, говорит о том, что у нас есть технологическое преимущество по очень многим направлениям. Даже тот факт, что разработали двигатель для наших маршевых лайнеров, которые для гражданской авиации, этот двигатель разработан нашими инженерами, сделан на наших станках. А в промышленности, особенно высокотехнологической, станкостроение – это ключевой элемент. Очень многие вещи невозможно сделать без станков. Ну, я вообще не говорю такое слово, как с программным управлением, ЧПУ. Станкостроение действительно на Западе преимущество за последние годы Советского Союза и за прошедшие 25 лет действительно имело место. Но то, что произошел технологический рывок за последние 15 лет, внимание, правление Путина, и то, что мы не только местами догнали Запад, но даже и перегнали, это уже факт, хотя он и не афишируется широко, но пропагандистами с той стороны все равно продавливается идея, что мы отсталая страна, аграрная, что мы только можем качать нефть и газ, и так далее, и так далее. Это как бы имеет место, но не совсем так. И вот речь идет об аудитории, которая так называемая умеренная элита. Это руководители компаний на Западе, которые имеют плотные экономические связи с Российской Федерацией. И поскольку взаимодействуя с Россией, часто находясь в России, чувствуя культуру, дух России, очень многие люди, представители таких элит производственных экономических на Западе, они на самом деле являются сторонниками Российской Федерации. И поскольку они являются еще и страновыми элитами разных европейских и американских стран, то воздействие на них является ключевой целью английских спецслужб, которые, в общем-то, занаряжают людей работать в информационной войне против Российской Федерации. Шестая аудитория. Население самой Великобритании, особенно личности, которые формируют общественное мнение. Это, ну, понятное дело, у себя в доме надо навести порядок и сделать так, чтобы все телевизоры, все люди, в общем-то, говорили в унисон. И седьмая аудитория. Население стран Балтии. Вообще, вот население стран Балтии, как постсоветские республики, как люди, в общем-то, до сих пор очень бегло и свободно говорящие на русском языке, хоть и с акцентом, которые ментально, даже несмотря на то, что это территория Ватикана и, в общем-то, католическая территория, тем не менее, это люди близки ментально к Российской Федерации. И именно с территории Балтии и формируются эти самые СМИ, новые русскоязычные каналы. Кадровая база для них тоже формируется в странах Балтии, которые призваны вещать на территорию Российской Федерации и каким-то образом компенсировать то воздействие, которое, например, на Запад осуществляет наш канал, который называется Russia Today. Страны Балтии в данном случае, как и Украина, являются важными форпостами, которые призваны вести пропаганду на территории Российской Федерации по обозначенным целевым аудиториям. Далее в стратегии расписано, каким образом формируется, в общем-то, исполнительный механизм. То есть написать доктрину, написать стратегию, что нужно сделать, по каким целевым аудиториям и как это производить, это половина дела. А дальше, в общем-то, происходит расписывание в этом документе, как это происходит. Формируется несколько групп от 6 до 8 из русскоязычных подготовленных блогеров. Им выделяется три этапа. Первый этап – это самый простой, это он примерно неделю, когда создаются несколько аккаунтов, пишутся определенные скрипты, когда не только роботы пишут определенные тексты, но когда человек контролирует несколько десятков аккаунтов. И в течение недели эти аккаунты создаются, они, в общем-то, структурируются и садятся те самые дочери крымских офицеров. Такой есть интернет-мем. Мы с вами помним в «Крымской весне», что я дочь крымского офицера, и все там не так однозначно. Так вот, это подготовленные спикеры, подготовленные блогеры, сидящие за ноутбуками где-то в любом точке мира, как правило, либо в Лондоне, либо в столицах Балтии, либо в Киеве или в Днепропетровске. И вот оттуда они, в общем-то, и управляют этими аккаунтами. Аккаунты в социальных сетях – «Контакт», «Фейсбук», «Одноклассники», «Живой журнал». Ну, естественно, Twitter как вспомогательная такая платформа, которая 150-145 знаков за сообщение, но, тем не менее, достаточно такой быстрый, энергичный, энергичное средство массовой информации. И вот эти люди за вторую неделю, после первой недели, когда регистрируются эти аккаунты, мы с вами очень часто наблюдаем, что к нам в друзья просятся новые люди. Причем люди иногда достаточно интересные, иногда достаточно странные, иногда без аватары, без фотографий, иногда с аватарами. Но эти люди там спросятся в друзья и дальше там замирают недели на три. Они слушают, лайкают, они учатся, они как бы эмпотируют, чувствуются, например, в основных спикеров. А дальше после, например, трех недель, когда они учатся и просто изучают обстановку, они начинают делать определенные сообщения, они начинают что-то репостить. Репост – это перепечатка у себя в ленте. Либо в комментариях они начинают там давать ссылочки на какие-то статьи. Иногда либерально, иногда что-то очень срединное сразу можно даже не определить, а что, собственно говоря, человек хочет. И через три недели после вот этого обучения и мягенького-мягеньких репостов у них тоже создается определенный горизонтальный договор. То есть формируется группа людей, а на верхнем этаже вот эти платные подготовленные русские спикеры, на нижнем этаже – это люди, с которыми они зафренделись, которых они нащупали, которые могут быть распространителями этих идей. И дальше начинает формироваться информационная волна, которая по обозначенным темам – русский мир, история Второй мировой войны, 70-летие победы, общечеловеческие ценности и так далее, они начинают безадресно сначала постить статьи, блоги, видеоролики, которые являются, ну, собственно говоря, квинтэссенцией британской вот этой вот стратегии. К чему это я все прочитал сегодня и рассказал? На самом деле наша с вами разница заключается в том, что очень многие вещи в социальных сетях мы с вами делаем не за деньги. Я, казалось бы, в общем-то человек профессиональный, я выступаю по телевизору, и, конечно, я получаю зарплату как специальный корреспондент телеканала «Крым», но те люди, которые со мной дружат в социальных сетях, они знают, что это же я делал и за год до этого, и за два, и за три. В общем-то, еще со времен съемок фильма на Ялтинской киностудии «Нормальных мужиков не бывает», которые по сценарию, если вы помните, это была история ветеранов советских спецслужб, которые волей и судью показались на территории украинского Крыма, и вдруг им надо было вступить в схватку с иностранными спецслужбами, которые вдруг посчитали, что они очень много знают. Еще с тех времен, это был 2009 год, в общем-то, я являюсь проводником этих идей, и, честно скажу, не за деньги. На самом деле, фильм «Нормальных мужиков не бывает», мы сняли на свои сбережения. Так вот, я вот это рассказал о том, для того, чтобы лишний раз акцентировать внимание, то, что мы с вами делаем в социальных сетях, нужно понимать, что перед нами есть вполне определенный, структурированный, профинансированный противник, который преследует цель расшатать устойчивость Российской Федерации. Российская Федерация при всех ее особенностях, при всех ее минусах, связанных с тем, что действительно очень много британской агентуры находится не только в социальных сетях, но и в государственных органах, в экономическом блоке, везде. Мы с вами можем видеть проявление вот этих расшатывающих действий. Нам с вами нужно держать фронт, держать хвост пистолетом, держать горизонтальный договор и противодействовать этому не так уж прямо уж там бесплатно. У нас есть ценность высокого порядка, называется государство, которое есть удерживающее для всего мира. И пока это государство существует, мы с вами можем жить под мирным небом, мы с вами можем строить планирование и для себя, и для своих детей, и для внуков. И удерживающий, это на самом деле не только Российская Федерация, а каждый из нас, который каждый день выходит в социальные сети, вступает в диалоги с украинцами, с бывшими родственниками, с друзьями, с сокурсниками и так далее, и так далее. И мы с вами пытаемся донести наше представление об этом мире. Наша задача сегодня не возбуждать агрессию, не возбуждать противодействие. Мы на самом деле с вами прекрасно понимаем, что вот этот период противостояния против Украины, и которая на самом деле является оккупированной страной, оно рано или поздно закончится, потому что есть такая вечная поговорка. Пройдет и это. И вот в тот момент, когда русский мир заберет свои территории обратно, после предательства элит 89-го года, нам с вами о чем-то нужно будет говорить с нашими бывшими согражданами. Эту почву нужно готовить уже сегодня. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин